Децентрализация в действии. В регионах появилась возможность находить средства на строительство и восстановление объектов, на которые у местных властей раньше не было денег. Под Харьковом, в 17 километрах от границы, развернули три большие стройки. Подробнее материали наших корреспондентов. Золочев. До границы с Россией меньше 20 километров. По всему поселку работают стройбригады. Они утепляют крышу будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Родители и дети говорят, ждут открытия новых спортивных секций. Здесь будут работать 9 спортивных секций для детей и фитнес для взрослых. Каждый день комплекс сможет принимать 400 человек. Еще больше в Золочеве ждут открытия музыкальной школы. Здание 19 века давно пришло в негодность. Осенью классы выселили в Дом культуры и городскую школу. Но там места для занятий не хватает. Нам очень неудачно, естественно, и детям, потому что нужно переходить из одного помещения в другую. Это почти через весь Золочев до другой школы. Тут 20 минут нужно идти пешком. Как дети, когда мы уже вернемся домой. Они очень хотят домой. Они мечтают про новые классы. Юлия Коваль и сама закончила эту школу. Теперь здесь учится дочка. Дома у нас уже есть фортепиано. Купили. Я думаю, тоже на фортепиано она пойдет. За зиму строители сняли старую крышу и поменяли перекрытие. От старого помещения остались лишь фундамент и стены. Крыша, естественно, вся новая. Металлоконструкция будет купольная. Система будет актовым залом музыкальная. Также в городе требуется жилье для переселенцев. В Золочеве их около 200 человек. Мы переехали в переполненном вагоне. В Луганск очень сильно бомбили в тот момент. Очень тяжело. Мы снимаем без условий. Новый социальный отель сможет приютить 24 семьи. Эта стройка тоже результат децентрализации. Деньги на строительство выделяют совместно и государство, и местные власти. А что именно строить, решает громада. Это приграничный район до границы с Россией, 17 километров. И то, что мы здесь ремонтируем и строим, это лучшая демонстрация того, что в Украине есть спокойствие, мир и развитие. Сегодня было принято ряд управленческих решений, которые позволят уже в этом году закончить спортивный комплекс, построить новое общежитие для внутренне перемещенных лиц, реконструировать музыкальную школу, а также в районную больницу завести новое оборудование. Музыкальная школа примет первых учеников уже этой осенью. Физкультурно-оздоровительный комплекс и социальное общежитие откроют к концу года. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.